Субтитры сделал DimaTorzok 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 Начнем собирать его и заодно расскажу, с чем он состоит. Погружная шахта имеет диаметр примерно 14 мм. На ней появился теперь диффузор, причем диффузор регулируемый. Здесь у нас есть 8 отверстий на основании шахты и вот такая заглушечка, которую вы ставите сюда. И вы можете открыть как первый ряд отверстий из 4 штук, так и второй из 8. Так вы можете регулировать шум кальяна и пузырики, так называемые. Вкручиваем дальше погружную шахту в основание. Основание довольно-таки увесистое, не знаю, сколько килограмма, полтора, наверное, весит. Так вот вкручиваем. Так, длинная резьба здесь, нормально. Что дает нам регулируемый диффузор? Если вы любите более-менее классическую тягу, приближенную к халю мамуну, вы закрываете полностью диффузор. Если вы хотите тягу немножко полегче, вы открываете первый ряд. Если вы хотите прям вообще такую легенькую тягу, чтобы ничего не булькало, все, никакого сопротивления не было, вы открываете полностью весь диффузор. И самочка, которая будет курить, самочка, которая будет курить рядом с вами, будет всегда довольна. Тягу вашего кальяна. Поэтому нормалек. Дальше второе изменение. Это теперь несъемный порт для шланга. Так что шланг у вас теперь никогда не выпадет. Вы просто воткнули его сюда, и он стоит. Все, и все, нормально все будет, никуда не отвалится, ничего с ним не будет. Следующее изменение, это немножко изменили принцип работы клапана. Ну, не работа, а саму крышечку клапана. Не буду выкручивать, немножко неудобно. Там появилось 4 дополнительных отверстия, поэтому теперь продувается все еще легче. Клапан легенький очень стал. Нормально все продувается, без напряга, без ничего. Вот эту часть немножко изменили. Как можете видеть, на старой модели она была вот такая вот с ребрышками, из таких три ребра. На новой модели этих ребрышек нет. Теперь дизайн стал более минималистичным, более таким монолитным, наверное. Я бы, наверное, правильно сказал, да? Все это вкручиваем сюда. Дальше идет сама шахта. Также диаметром в 14 миллиметров все это вкручивается. Сюда. Если у меня руки кривые, мне не получается вкрутить. А, нет, нормально. Так, сюда это все вкручиваем. Здесь также почти ничего не поменялось, кроме того, что нержавейка лучше отполирована, и весь колян такой прям мерцающий, блестящий, прикольный. Мне нравится. Дальше у нас идет подблюдечник, если его можно так назвать. И вот такая вот огромена, где-то 4-сантиметровая резьба. Поэтому нафиг надо от колян постоянно разбирать. Один раз собрали, и все, не трогайте его, то замучайтесь раскручивать все это. Так, закручиваю подблюдечник. Верхняя часть тоже изменилась. Она, как и нижняя, была с ребрышками. Теперь она без них. Так, закручиваем, закручиваем. У Маклауда много разных моделей. Пока вышла из нержавейки только вот эта модель Simple. Но вот уже в ближайшем будущем будут новые модели. Не только старые, измененные, но и новые. Блюдце. Блюдце стало в два раза толще. Теперь она тоже выполнена из нержавеющей стали. И сейчас расскажу, почему более толстая блюдца лучше, чем старая. Так, коннектор по чашу не изменился. Так, положу сюда колен пока. Изменилось первое то, что раньше блюдце было вот такое глянцевое, то есть там видно свое отражение. Теперь оно стало более матовым. Ну, я расстроился немножко, потому что мне эта блюдца жутко прикалывала. То, что оно прям такое блестящее, там свет переливается, видно свое отражение. Но да ладно. Старое блюдце. Я привык носить коляны за блюдцем. Мне тут жутко удобно, потому что не приходится нагибаться и жопой гостям в лицо там не наклоняться. Поэтому я люблю поднимать колен за блюдце. И вот что стало с ним блюдцем. Я его погнул. Видите, оно такое мягенькое, из алюминия. Вот это печально. Единственное, что с ним с коленом стало. Новое же блюдце в два раза толще. Погнуть его теперь, ну, можно, естественно, но надо большие усилия приложить. Дальше у нас резиночка. Я закрою полностью диффузор, с вашего позволения. Мне так больше нравится. А, и еще. Вот это открепление для колбы тоже из нержавеющей стали. Так что все те, кто просил маклауд из нержавейки, получайте. Вот вам маклауд из нержавейки, который будет бессмертный. Он еще вас переживет. И, возможно, достанется вашим внукам. Ух ты, я забил чашу, тут все потекло с сиропом. Ну да ладно, нормально. Шланг остался тот же самый. Мундштук тоже из алюминия. Как на старых моделях. Вставляем вот сюда шланг. Теперь выдернуть его достаточно проблематично. Случайно он точно не выпадет. Это однозначно плюс. Так что ребята развиваются, стараются угодить всем. За это им огромный респект. Сейчас попробуем покорение. Вот с полностью закрытым диффузором тяга просто шикарная. Для тех, кто любит классическую тягу. Она очень похожа на Халил Мамун. И прямо для меня это прям вообще кайф. Если открыть диффузор, он будет булькать не так сильно. Сопротивление будет меньше. Поэтому можете настроить тягу под себя. И самочка, еще раз повторюсь, самочка, которая будет рядом с вами, будет счастлива от тяги этого колена, если вы откроете весь диффузор. Дальше. По работе клапана. Клапан стал, еще раз повторюсь, продуваться намного легче. Теперь вообще, вообще почти не напрягает, чтобы его продуть. Также они не изменили сам принцип работы клапана. Продувается чаша. Так, сделаю, чтобы вам было видно. Вот так. Продувается чашка, но не продувается колба. Как бы, кому-то это минус, кому-то это нет. То есть, если стоит колен в заведении, и гости спалили чашу, и у вас, короче, гаря осталась здесь, вы ее никуда не денете, вам прицептягивать ее в себя. Ну да ладно, в принципе, если у вас нормальные руки прямые и растут не из задницы, и вы сделали нормальную чашку, чтобы она не горела, то все будет отлично. Я вообще не запариваю, что не продувается колбок, хоть это и неприятно немножко, но, в принципе, нормально. Научат вас правильно забивать чашки. Также на старой модели, давайте сюда поставлю, чтобы было видно. На старой модели у нас вот здесь вот видно было следы клея, потому что резьба входит внутрь колба, здесь она приклеивается. Здесь было видно следы клея, но на новой же модели следы клея так сильно не видно. И, насколько я знаю, ребята в будущем будут использовать вообще клей, который будет невидимый полностью. Ну, в принципе, ладно, видно и видно, тут не сильно, можно взять другую модель там с полностью черной колбой, и будет вообще не видно. Резьба у этого клея, она отличная, сколько я не таскал его за блюдце, так и ни разу ничего не отвалилось. Хотя я надеялся, думаю, помучаю ребят, отвалится, не отвалится, не отвалилось. Единственное, что погнулось в блюдце, но это уже я, просто злодей. Кольян поставляется в картонной коробке, я фоточку представлю. В картонной коробке с названием Маклауд, там контактный блок, все дела. В комплект входит колба, шахта, блюдце, обычная глиняная чашка, так, чтобы если вы купили кольян дома, ну, купили кольян дома, сможете сразу его забить, пробовать покурить. И щипцы, и все, а, еще шланг и мундштук. И как думаете, сколько стоит кольян Маклауд из нержавеющей стали? Сколько стоят кольяны в полном комплекте из нержавеющей стали на рынке? Вот, прикинули, да? Этот кольян стоит меньше 10 тысяч рублей. Полностью кольян из нержавеющей стали, с колбой, с чашкой, хоть и убогой, но ладно, чашкой, щипцами, шлангом, мундштуком, все это упакованы в красивой упаковке. То есть, купить кольян себе будет приятно в такой коробке, подарить его кому-нибудь будет приятно. То есть, прикиньте, вот так, купили огромную такую коробку, запаковали ее там в пленочку, бантиком обмотали. Такие, говорит, Вася, с днем рождения тебе, вот тебе кольян. И он такой, ааа, там Xbox! Он открывает, там Маклауд. Но он так и не расстроится, потому что Маклауд прикольный. Ну что, подведем итоги. Комплектация у кольяна отличная, упаковка отличная, нержавеющая сталь тут просто отлично. Цена зашибительская, прям вообще зашибительская цена за полный комплект, за нержавеющую сталь. Единственный для меня один минус, это то, что не выдавается колба. Но, в принципе, учитесь забивать нормальные чашки, чтобы у вас руки изросли из того места. Не доводите чаши до перегрева, чтобы горело все, чтобы гарс тут копилось, все будет просто отлично. По мне, так, модель Simple, мне заходит этот дизайн, потому что я люблю минималистичные кольяны. То есть есть кольяны по типу Ивана, которые все делают одинаковые шахты, а есть Маклауд, который просто не слушает никого, а делает свой дизайн. За это им огромное спасибо, потому что хоть что-то новое приносят на кольяны рынок. Здесь за счет того, что изменились вот эти вот у основания шахты, вот эта часть, и у блюдца, по мне, так, кольян смотрится более таким монолитным и единым. Здесь эти ребрышки, по мне, немножко не вписывались в дизайн. Здесь же пор для шланга, который расположен под углом 45 градусов, который отлично держит угол, вот здесь вот шланг не перегибается, даже когда кольян стоит на столе. Также ребята распилили немножко отверстия под клапан, увеличивая примерно на полтора-два миллиметра. Изменили саму конструкцию клапана, что теперь легче продувается. Теперь это полностью нержавеющая сталь, регулируемый диффузор. Ребят, все для вас. Также ребята собирают отзывы постоянные, там все пишут, они прислушиваются к мнению людей, делают кольяны для вас, чтобы всем все устраивало. Единственное, что я бы добавил, это кима-теребра или пупырки на блюдце, чтобы, когда ставишь угли, они не гасли снизу. Это как небольшое пожелание для ребят. А так, блюдце стало толще, теперь оно не гнется, все это из нержавеющей стали, клапан продувается легче. Единственное, что продувалась колба, и все будет просто отлично. Так что, вот так. Это был кольян Маклауд из нержавеющей стали. С вами был канал Хука Лайф. Всем отличных выходных, вкусных кальянов, дымных чашек, вернее, вкусных чашек, дымных кальянов. Всего самого наилучшего. Всем удачи!